Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Брестском областполкоме всегда проходит в расширенном формате. Участие в мероприятии принимают представители служб, в чью компетенцию входит обеспечение безопасных условий для граждан. Тем для открытого диалога традиционно немало. В работе комиссии принимали участие руководители областных ведомств, это в первую очередь аварийных служб, ЖКХ, энергетики. Наши коллеги из лесного хозяйства поставили соответствующие задачи. Ну и надеемся, что эти задачи будут выполнены. На повестке заседания оказалось два вопроса. Первый – итоги купального сезона, который в 2021 году сложился не совсем удачно. К сожалению, немало людей погибло на воде, в своем большинстве по причине собственной халатности и беспечности. Один из выводов – превентивная работа с населением должна быть усилена. Если вернуться к итогам купального сезона, конечно, ситуация в области складывалась довольно напряженно. Понятно, это и аномальная жара, ковидные последствия, то есть люди не выезжали за пределы. Ну, как результат, 66 человек утонули на водных объектах нашей области. Вторым вопросом на повестке дня стало обсуждение подготовки учреждений к новому отопительному сезону, чтобы все прошло максимально комфортно и безопасно, в первую очередь для людей. На протяжении всего лета велись ремонтные работы, выполнение которых контролировали профильные службы. Нами обследовано 931 теплоисточник, выданы заключения о готовности данных теплоисточников к зиме. На сегодняшний день остались там у нас два предприятия, которые сегодня-завтра мы эти вопросы все закроем. Значит, они подготавливаются к этому. Наши инспектора объехали каждую котельную, которая отапливает жилье, которая отапливает объекты соцкульпт-быта. Значит, проверено оборудование в полном объеме, система автоматики, его работоспособность. В качестве финального этапа мероприятия гостям был продемонстрирован Центр безопасности. Объект был введен в эксплуатацию в текущем году. Его главная цель – обучить детей и взрослых безопасному поведению при различных чрезвычайных ситуациях. Сегодня Центр пользуется популярностью у школьников, однако его ресурсы позволяют проводить занятия и для взрослых, что будет особенно актуально для руководителей предприятий и организаций города и области.